Валентина Архиповна Тулеева Валентина Архиповна Тулеева Мы встретились с Валентиной Архиповной, которая рассказала нам, с какими проблемами довела столкнуться жителям этой улицы. Пожилая женщина жаловалась на то, что работы по замене труб начались еще в июне, однако до настоящего времени они не закончены. Ямы раскопали, трубы завезли, и на этом этапе работы прекратили. Старые трубы, которые прослужили людям не один десяток лет, не выдерживая нагрузки, текут то здесь, то там. А с наступлением холодов вода в оставленных в открытых канавах трубах замерзает, и их приходится то и дело размораживать. Валентина Архиповна неоднократно обращалась в горводоканал, но его работники перекладывают все вино на РСУ. Найти общий язык с водоканалом у жителей улицы не вышло. С сентября месяца звонил, то заявки выполнены наши, и просил соседу, ну берите хоть с подзабора, вот эту, хоть вот эту кучу, и это за горненькие. Я, говорит, не собираюсь чужие кучи. Вот ушел на Патаю, пока вгорелся, ну разве может человек в заводе работать и за что рыть? За что копать? Копайте, говорит, зарывайте, а мы не будем. Полный ответ. По правде я их сам пустил, потому что по моему двору проходит водовод, он старый, я не хочу, чтобы не затопило. Я согласился, чтобы они проложили в новую трубу, но я же думал, что они быстро проложили, все нормально, у нас на два месяца, раз, ну куда это делать? Я думал, неделю там, ну две пускаем. Два, три, три месяца тянется, конечно, это не такие ворота. Они приехали, и вышли все соседи, что заройте, вот люди ходить к нему, поливник, вон ступеньки, машины уже не ездят, уже нет. А он сказал, я не собираюсь, а чужую работу делать, мастер, и завернулись и уехали. И вот эта вот открытая труба, она замерзнет, лопнет, будет полная яма воды, и потечет все. Вот до чего не довели. Это я без воды сижу, а там же еще улицы таких лежат, телеконные. Они же роют ее от победы. От победы вот эти. И они позарыли, видно, где ромали. А воды там по ним нет, они вот не соединены. Вот они, не соединенные трубы. А там нет труб, зарывали, потому что выйти со двора нельзя. Сами зарывали. А вот остался кусок, откуда вод идет сюда, без воды. И вот здесь на дверях дочка упала, внучка упала, там воды было. И на глине, глина. И вот вода идет, видите. Она уже подмерзла. Замерзает, ну, вся улица. Вот у нас есть. Это уже длится с самой весны. Водоканал не принимает. Смотрите, какой поток. В трех местах. Вот он. Стоит контейнер с июня месяца. И люди вот с под калиткой очень. И люди в яму бросают. И там моя труба лежит. И перекинули вчера, и вот так у меня тоже труба. Он был покрашен, но он уже гнил. Кому-то рот. А мы за мусор планили. И сюда теперь бросали. После беседы с Валентиной Тулеевой мы в телефонном режиме связались с начальником горводоканала Александром Федоровичем Довганом. По его словам, о проблемах этого района он знает не понаслышке. Из-за отсутствия необходимой техники работы были приостановлены и поэтому затянулись до глубокой осени. На данный момент все необходимое есть в наличии. И уже в скором времени воду запустят. Спустя неделю после обращения Валентины Архиповны в исполком и нашего посещения мы вновь отправились на эту зачасную улицу. И убедились, что работы практически подходят к концу. Трубы, наконец, уложены. Траншеи зарыты. Мусор вывезен. 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 Продолжение следует...